Мы люди Рогачевского края, где бульба застолья сбирая, где ширости, ласки богата, гостям рада кожная хата. Нам дороги наши озеры, земли нашей родной просторы, своим гоноримся мы краем и вас до себе запрашаем. Навод по подворках, какие были представлены на одожинках, можно было умерковать. Этот год для аграрии в Гомельской области далеко не самый горшим. У 2014-м золиком зерня кукурузы собрали 1 млн 530 т.с. т.с. божем, у 87-м был 1 млн 280 т.с. 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 t. будет больше 4 тысячи тонн намолоченного сборжа. Как, до речи, и у ихся брус, это же господарки Василия Коваля и Виталия Ильева. Сегодня это самые высокие показчики на Гомичине. Встаем рано. Встаем в 5 часов утра, идем на работу. Работа сложная, конечно, надо подготовить комбайн, чтобы работать в нормальный день. Как мы отработаем, так и будем жить дальше. И семья моя будет так жить. И колхоз нужен. Работаем все время нормально. 12-го жюня 2016 года Гомичина находится литерально в одном кругу от миллиона тонн намолоченного сборжа. Убрано 90% пассивных площадь, собрано 983 тысячи тонн зерня. Теперь можно робить прогнозы. Большинство районов области уже превысили уровень прошлого года. А такие районы, как Будо-Кошелевский, Речицкий, превысили намолот свыше 100 тысяч тонн каждый. До конца текущего дня мы перешагнем рубеж в миллион тонн зерна. Вселетние дожинки в Рогачеве. У пыльной ступени еще и кулинарное шоу. С Нового Ураджаю можно вырабить стольких страв, что, я кажусь, в очи разбегаются. Причем побачь с традиционными можно было вырабить изусим новые вырабы. Усе ведаются в перниках с российской Тулы, а я не шмат, кто бачу перники с белорусской ветки. И они, дарыча, выраблены зерня Нового Ураджаю. Причем на кожном язык некий старожитный символ. Вось на этом, например, в образ земник-кормилица. Перамостов областного споборництва за достигнение высоких показчиков вызначали у некольких номинациях. Левшие поуборцы сборжевых, передовики и панархтовцы кормов, лидеры в вытворчестве живелогадовчей продукцией, это соправданные профессионалы. Сегодня необходимо не просто иметь ожидание досягнуть значительных выников, а и володать сучасными технологиями. Тем более, что в последние годы и на дворе для сельскохозяйственной вытворчестве не самое сприяльное. Самое главное богатство – это наши люди, которые, начиная с раннего утра до поздней ночи, они рады своему результату. Всегда, когда есть результат, есть желание дальше его творить. И всегда нет такого, что сегодня, будем говорить, все исчерпано. Потенциал еще есть и в Будокошелевском районе. Мы к этому и стремимся. Подчас узнагородживания, с точки зрения облаконкама Владимир Дворник, агучевая личба, выручка от реализации продукции сегодня-то поэличилась на 4,5%, причем это в середнем, у некоторых сельскох организаций Брахинского, Житковицкого и Хонинского районов рост скал 24%. Прибыток от продажу 27 миллионов рублей. Принентабельность выше и за середнюю республиканскую. Александр Тюров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель».